Вопросы из зала Вопрос, я постараюсь сказать, я чуть-чуть не кратко. Когда я его приобрел, мне очень понравился он как инструмент, я приобрел его не для себя, меня попросили купить. Но когда я его купил и пришел домой, я понял, что я на нем смогу играть. И когда я его испробовал, можно сказать, на публике, то есть как реагирует публика, я видел, что реагирует очень хорошо, подводят детей к сцене, говорят, смотри, дядя чем занимается, он на музыкальном инструменте играет, а ты чем, балбес? Смотри на маленьком инструменте, что можно делать, понимаете? То есть это уже воспитание. Но почему еще мне нравится пианика? Потому что на ней можно играть все. Она совмещает два инструмента. Клавишный, это пианино, и духовой. И если вы обратили внимание, вот я вам немножко продемонстрирую, как можно на нем извлекать звуки. Вот одна нота. Понимаете? Все зависит от того, как на нем играть. Вообще, я сам по специальности барабанщик. Но это вы затронули мою больную тему, но я постараюсь кратко. А барабаны, инструмент ритмический. А мне всегда хотелось играть мелодию. И поэтому, я думаю, нашел для себя этот инструмент. Так что, вот такой ответ на вопрос дальше. Да, еще, чем хорошо, его легко особо носить. Приходилось ли вам прежде играть в храмах? И почему вы согласились сегодня играть в храме церкви «Свет жизни»? Ну, во-первых, когда приглашают, я всегда соглашаюсь. Приглашения не так много, это уже много в нашей жизни, да? Второе. Значит, в храмах играл я, и неоднократно на Западе. Там принято играть серьезную, хорошую музыку. Там даже джаз играют. То есть, все зависит от того, как вы относитесь к этому. Да. Так. Сколько лет вашему сыну, где он так хорошо научился игре на гитаре? Вы знаете, интернет, правильно? Учителя были хорошие, и в основном интернет. Вы знаете, это большая школа. Ну, там надо знать еще, что выбирать, да? На что смотреть? 27. 27 лет, верно. Андрей, как вы думаете, сколько песен вы сырали за весь творческий путь? Ну, если кто знает, я вкратце расскажу. У меня была программа на радио «Лтава» 10 лет назад. Три года вы вещали в прямом эфире каждый день профессиональную музыку. Ну, очень много было прошло музыки. И вот то, что я слышал, то, что у меня в коллекции есть, и то, что мне нравилось. Я, ну, не все, но очень много я старался сыграть. Но, еще раз повторюсь, на барабанах все не сыграешь, вы знаете, да? А на минутике можно. Вот поэтому тут трудно сказать, ну, очень много. У меня были мероприятия, когда я работал по 6 часов. 6 часов без повторений. Сам. Полтава вам родной город? Вы знаете, в какой-то степени да. Я тут родился, я тут живу, я думаю, буду жить. В Полтаве особая публика, очень своеобразная. Ну, когда к ней привыкнешь, то чувствуешь себя нормальным. Я думаю, вы понимаете, о чем это. Не будем мы об этом сегодня. Вы скромный человек, а какой вы в работе? Серьезный, ответственный, строгий? Ну, насчет строгости я не думаю, хотя отношусь серьезно к любой работе, если берусь за что-то, если нравится, если хочется, отношусь серьезно. Если я отношусь к несерьезной, значит, это несерьезная работа. Просили вы... Спасибо. Просили ли вы у Бога образновения к написанию музыки? Вы знаете, наверное, да, иногда бывало. Иногда бывало так, вот надо что-то сделать, чувствуешь, что надо что-то, а не знаешь как, садишься, наверное, просишь. Может быть, не так напрямую, да, но как-то через пожелания, и приходит, приходит музыка. Бывали ли у вас творческие кризисы, как вы с ним справлялись? О, бывали кризисы, бывали очень серьезные кризисы. Вообще творчество, я вам скажу, на голодный желудок оно не бывает. Это я вам однозначно скажу. Я как бы заработал свои первые гроши за допомогу музыки. Поехав в Швецию 22 года назад, до этого я думал, что я нахожусь и не то что-то делаю. А когда я попал туда, и увидел реакцию, начали меня приглашать, тогда я понял, что я занимаюсь своим делом. Ну, после этого, в принципе, я уже профессию не менял. Я совмещаю и другие профессии, но основная все равно моя музыка. И как приятно, сколько это записочек. Як вы обираете творы для своего репертуара? Значит, я подразделяю музыку, сейчас масса направлений, джаз, классика, там, рэп и все-все-все. Я подразделяю два направления, хорошее и плохое. В каком смысле? Если она трогает сердце, это хорошее. А если она не трогает, значит, не должен. Вот и все. И по реакции тоже. Если нравится людям, значит, они реагируют на нее. Если они не реагируют, значит, не нравится. Как началась ваша карьера? И какие у вас есть пожелания для будущей группы или музыкантов? Наверное, музыкант писал. Карьера началась... Просто хотелось играть музыку. Вот и все. Пожелания... Ну, пожелания не только для музыкантов, для будущих игроков, а для любого человека. Если вы... Мы не даром уже играли. Если вы выбрали путь, значит, идите по нему. Если вы чувствуете, что это ваше... Вот музыка чувствует, что это мое. Почему вы не поете? У меня есть хороший друг белокон, сейчас в Юрбане. Он бы ответил по этому поводу. Кому-то же надо играть инструментальную музыку. Поют все. Знаете, если не был хороший. Приходят музыканты на работу устраиваются. Они спрашивают, что ты делаешь? Я умею петь. Да петь и я могу. А что ты можешь делать, скажи? В каких странах вы выступали? Там, где я был, там я выступал. И на улицах, и в ресторанах, и на корпоративах, и на площадках разных по-разному. Почему ни разу не заглянул в ноты? Интересно. Знаете, есть тоже такой анекдот. Вы играете по нотам или по свадьбам? Ну, музыкант профессионально должен и ноты знать, и на слове играть. Когда и как вы поняли, что музыка ваше призвание? В 8 лет у меня был баян дома, и у меня был друг. Он приходил ко мне, а он учился на баяне. Ну, знаете, маленький парень такой, баян большой. Но он приходил, и мне нравилось, как звучит этот инструмент. А у меня дома был самоучитель. И мне так захотелось играть, что я по самоучителю, когда же пришел в музыкальную школу, несколько произведений играл. Вот, наверное, с этого момента я понял, что мне захотелось быть музыкантом. И вот захотелось, и все. Я поменял инструменты, но, в принципе, всегда, всегда, всегда... Было у меня так две вещи, спорт и музыка.